Предполагается, что как минимум в 300-метровой полосе от моря будет запрещено возведение жилых многоэтажных домов. Зелёный свет только санаториям, пансионатам и отелям. Всё это должно повысить привлекательность кубанских курортов, уверен губернатор края. У нас должны быть и территории развития. Получается так, что территории развития в курортах. Самих курортов не остаётся. Это целиком зависит от нас. Либо спальный район, либо курорты. Мы, ещё раз подчёркиваю, основания создания даже конкуренции мы сегодня не обеспечиваем, потому что не может конкурировать строительный бизнес и отели, санатории, и гостиницы. Потому что окупаемость абсолютно разная. Поэтому здесь мы должны помочь, если мы хотим видеть наши курорты курортными в будущем, значит, помочь им остаться курортными. И в будущем тоже состояться как курорты мирового уровня. Но мы должны чётко подойти с прозрачными правилами. Сколько можно, а сколько нельзя. Где можно, а где нельзя. И потом правила землепользования застройки, генпланы этих курортных городов надо быстро, жёстко потребовать, подогнать под наш закон. Во втором чтении депутаты ЗАГС Собрания обсудят детали поправок. В частности, об увеличении прибрежной зоны, где нельзя строить жилые многоэтажные дома до 500 метров от моря. Проблема актуальная. Во многих курортных городах здания буквально нависают над пляжами. Законопроект станет определённой страховкой от появления новых самостроев.